Синдром раздражённого кишечника В твоей деятельности мы обязаны пользоваться определением римского консенсуса 4, которое нам было предложено в 2016 году и в соответствии с ним под синдромом раздражённого кишечника понимает абдоминальную боль и связанную обязанность. Обязательно с нарушением стула или с диарейным синдромом или с запором. Ну и кроме того анамнез болезни должен быть не менее 6 месяцев и постоянство симптомов перед обращением к врачу 3 месяца. И в соответствии с этим мы можем в МКБ-10 закодировать синдром раздражённого кишечника как синдром раздражённого кишечника с диареей, так и без диареи и с запором. Конечно, в этом определении есть свои достоинства и недостатки. Допустим, порой к нам пациент приходит с гораздо более коротким анамнезом, чем 6 месяцев. Но и тем не менее у них всё равно мы выставляем диагноз синдрома раздражённого кишечника. Есть ещё некоторые нюансы. В соответствии с тем, что сейчас мы пользуемся уже Римским консенсусом 4, его определением и в соответствии с ним специфичность вот этих критериев выше, чем Римского консенсуса 3. А чувствительность ниже, заболеваемость синдрома раздражённого кишечника как это ни парадоксально снизилась. И в настоящее время средняя цифра составляет 4-7%. Тогда как, когда считали заболеваемость по Римскому консенсусу 3, цифры эти были более чем 11%. Надо сказать, что большие исследования были проведены достаточно недавно, которые показали, что молодые люди, студенты, богатые и женщины страдают всё же чаще синдромом раздражённого кишечника, чем люди старше 40-50 лет и тем более 60-70. Это диагноз дорогой, потому что это диагноз исключения, но и надо сказать, что только четверть населения страдающего синдромом раздражённого кишечника обращается к врачу, а три четверти живут с этими жалобами и к врачам не обращаются. Ну вот у нас распределение наших больных с синдромом раздражённого кишечника у специалистов таким образом, что треть больных с синдромом раздражённого кишечника лечатся у терапевтов, две трети у гастентерологов, но ещё бывает суперпациента 10-15% это тяжёлая группа больных, которые сосредотачивают всю свою жизнь вокруг кишечных симптомов. Классификация синдрома раздражённого кишечника по типам это запор, диарея, смешанный и неклассифицируемый вариант синдрома раздражённого кишечника и выделяет ещё два подтипа, это спорадические и постинфекционные. Постинфекционные встречаются в 4-10, есть цифры свыше 30 даже в проценте случаев, что зависит от количества кишечных инфекций на душу населения в регионе. Надо сказать, что классификация синдрома раздражённого кишечника по типам тоже имеет определённые недостатки, почему? Потому что запором мы считаем тогда, когда первый-второй тип стула составляет не менее чем 25%, ну и остальные типы тоже могут быть. С диареей наоборот, жидкий 6-7 типа не менее чем 25% случаев, хотя это не исключает наличие другого стула. Ну, ещё выделяет смешанный, когда и жидкого, и тонковатого, твёрдого, порванного и не менее чем 25% случаев каждого и неклассифицируемый, когда точно нельзя сказать, какой тип у пациента. Недостатком является то, что порой это трудно сосчитать, сколько процентов какого стула, это естественно. Ну, вот Брестольская шкала, все мы её знаем. Дроссман говорил о тяжести течения синдрома раздражённого кишечника и говорил о том, что вот у тяжёлых пациентов, у них доминируют уже, в общем-то, психические изменения над кишечными изменениями. И, в общем-то, это пациенты по большей части психиатров, невропатологов, но не гастентерологов. А вот при лёгком течении здесь каких-то психических изменений нет, неврологических изменений нет, и на первое место, естественно, выходят кишечные симптомы, и такие пациенты более благоприятны в плане лечения. Факторы, предрасполагающие к появлению симптомов синдрома раздражённого кишечника, это наследственная тягощённость, открыли ряд генов, ответственные за развитие синдрома раздражённого кишечника, это алекситимический тип развития личности, трудности в определении, описание собственных чувств, до 66% совпадения. Это личность типа Д, негативная эмоциональность, сдержанность, неуверенность в себе, более 45% совпадений, перенесённые кишечные инфекции в 4,2 раза увеличивают вероятность развития синдрома раздражённого кишечника. Женский пол увеличивает вероятность развития синдрома раздражённого кишечника приблизительно в 2 раза. Молодой возраст, пищевая аллергия, непереносимость, приём ряда лекарств, например, антибиотиков, антидепрессантов. И сейчас даже говорят об ингибиторах протонной помпы. Наличие тревожно-депрессивных расстройств и психотравмирующие события. Таким образом, основными факторами развития синдрома раздражённого кишечника является генетический полиморфизм, нарушение работы центральной нервной системы, кишечно-ассоциированные факторы, такие как микровоспаление, висцеральная гиперчувствительность, изменение кишечного барьера, активация иммунной активности, изменение кишечной моторики, диетические факторы могут иметь значение, такие как глютен, непереносимость фудмап, стрессы, депрессия, изменение микробиота, но и, в общем-то, дуаденальная иозинофилия тоже вот сейчас говорят ещё и об этом факторе. Роль низкоактивного воспаления в развитии симптомов синдрома раздражённого кишечника. Сейчас это вполне доказано, поскольку у многих пациентов при взятии биопсии, слизистой оболочки кишечника обнаруживается небольшой воспалительный процесс, что следует, в общем-то, интерпретировать в рамках синдрома раздражённого кишечника. Конечно, здесь есть и генетические факторы, и пищевые аллергены, и кишечная инфекция, и ряд других факторов, которые мы с вами только что перечислили. В патогенетическом аспекте синдром раздражённого кишечника сводится к нарушению функции кишка-мозг под влиянием, так скажем, триггерных факторов. Необходимо при клиническом исследовании пациента, а это клинический диагноз синдрома раздражённого кишечника, обязательно оценивать характер абдоминальной боли как ведущего симптома при синдроме раздражённого кишечника. Для неё характерно изменение интенсивности от ощущения лёгкого дискомфорта до кишечной колики, увеличение после приёма пищи, уменьшение после лидификации отхождения газов, не возникает ночью, чаще локализуется в нижних отделах живота, сопровождается нарушением опорожнений, кишечника боли разлетая, при пальпации не усиливается. Запоры. Частота дефекации может уменьшаться реже, чем 3-4 раза в неделю, но, кроме этого, часто встречается избыточное напряжение, ощущение неполного опорожнения, твёрдый кал, уменьшение массы фекалий и, кроме того, непостоянство самих запоров. Запоры могут сочетаться с диареей или нормальным стулом. Диарея никогда не приводит к синдрому маля-абсорбции и похуданию пациента. Частота дефекации хоть и более трёх раз в сутки, но обычно не такая большая частота, как это бывает при органических страданиях. Преимущественно в первой половине дня отсутствует ночное время, характеризуется императивными позывами и ощущением неполного опорожнения кишечника. В диагнозе очень важно учитывать наличие вне кишечных проявлений синдрома раздражённого кишечника. Это психогенных нарушений по типу тревожно-депрессивных расстройств, симптомы вегетативных расстройств со стороны других органов, например, синдром раздражённого мочевого пузыря, кардиология, потливость и так далее. Но и симптомы других функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Стратегиями в постановке диагноза в соответствии с римским консенсусом 4 является такая вот интересная схема. Главным образом это определение клинических симптомов в соответствии к римскому консенсусу 4, обязательное исключение симптомов тревоги, перечисленных на слайде. В общем-то рекомендуется клинический минимум, хотя его степень доказательной базы и рекомендации весьма и весьма незначительны. Но и избегать сложных исследований при первичном обращении пациентов, при отсутствии симптомов тревоги. И рекомендуется назначение первичного курса лечения, например, пробиотиками, осматическими, злобительными, спазмолитиками, но и другими препаратами в зависимости от ведущего симптома. И вот если 4-6-недельный курс лечения синдрома раздраженного кишечника совершенно неэффективен или малоэффективен, то тогда список исследований может быть расширен по ведущему симптому – запору, диарею или боли. В целом синдром раздраженного кишечника – это диагноз исключения, по стольку требует исключения большой группы заболеваний, представленных на слайде. Правда, в этом не всегда есть необходимость. При отсутствии симптомов тревоги специфичность римских критериев 3 – 93%, римских критериев 4 – 97%, чувствительность римских критериев 3 – 73%, и римских критериев 4 – 62%. Надо сказать, что ошибка в диагнозе на основании римского консенсуса 4 и его критериев не так уж и велика. Например, под симптомами синдрома раздраженного кишечника могут скрываться другие болезни. Но воспалительные заболевания кишечника – это менее 1%, колоректальный рак – это менее 0,5%, дисфункция щитовидной железы – 6%, поэтому об этом надо всегда помнить. Но и непереносимость ряда продуктов. Целиакия может быть в 4% случаев, хотя наличие целиаки еще не в полной мере исключает наличие синдрома раздраженного кишечника или непереносимость лактозы тоже порой пересекается с синдромом раздраженного кишечника. Поэтому сейчас все больше и больше говорят о так называемых ИСРК-подобных синдромах. Например, при пищевой аллергии, например, в дебюте воспалительных заболеваний кишечника, при непереносимости никеля и при ряде других заболеваний. Соответственно, с этим ИСРК-подобные симптомы могут иметь как прогрессирующий характер при воспалительных заболеваниях кишечника и злокачественных новообразованиях, так и стабильный и регрессирующий, например, при непереносимости никеля, при синдроме избыточного бактериального роста, нефудмаб и так далее. Увы, в ряде случаев синдром раздраженного кишечника может пересекаться с другими заболеваниями. И это особо трудные случаи. Это тоже, в общем-то, об этом нужно помнить, поскольку каждое из этих состояний требует отдельного лечения. Лечение больных с синдромом раздраженного кишечника, общее мероприятие – это установление правильного взаимоотношения между врачом и больным, выяснение причин обращения больного к врачу, повышение ответственности пациента, ведение дневника, образование больных, преодоление негативизма, установление приемлемых границ, диетические рекомендации и снятие напряжения. Диета с низким содержанием жиров рекомендуется при хологенной диарее, которая нередко сопровождает синдром раздраженного кишечника. В данном случае, в общем-то, следует ограничить прием жира до 40-50 грамм в день. Безглютеновая диета может в ряде случаев быть весьма полезным для таких пациентов. Ну и диета с ограничением фудмаб тоже может помогать, хотя здесь меньший достоверный фактор в плане ограничения фудмаб. При недостаточной эффективности диеты может назначаться альфа-галоксидаза. При лечении диареи может применяться лапирамид, препараты рефоксимина, висмута и пробиотики. Они имеют разную доказательную базу. Например, препараты висмута обладают меньшей доказательной базой, чем пробиотики и рефоксимин. Но, в общем-то, тоже могут быть рекомендованы. Холестипол и холестерамин являются кристрантами желчных кислот и вполне могут применяться для лечения хологенной диареи. Правда, в России они не зарегистрированы в настоящее время. То же самое и абитихоевая кислота. Это новый препарат для лечения хологенной диареи. Но, может быть, когда-нибудь мы сможем этим препаратом воспользоваться тоже. Лекарственные средства для лечения запора. Есть птиллиум. Мы о нем знаем. Астматические слабительные, слабительно стимулирующего действия. Ну и ряд других препаратов. И, конечно, немедикаментозное лечение, в составе которой находится диета, обогащенная пищевыми волокнами. То, что касается слабительных средств, прекрасную классификацию нам предоставляет Всемирная организация гастентерологов. Она дает следующую классификацию. Слабительно увеличивающий объем кишечного содержимого. И здесь они представлены псиллиумом, отрубями, метилцеллюлозой, кальций-поликарбофилом. Астматические слабительные, полиэтиленгликоль, луктулозы, магний, гидроксид, увлажнители. Есть стимулирующие слабительные, бисокозил препараты, сены, гуталакс, прочие методы. Прокулаприд, любипростон, метод обратной связи и линоколотит. Но любипростон и линоколотит у нас тоже они недоступны. Для лечения боли используются миотропные спазмолитики, мебиверин и многокомпонентные препараты, альверин и семитикон. Также находят применение тремибутин, трициклические антидепрессанты, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, когнитивной поведенческой терапии, гипнотерапии, психологическая поддержка. Мебиверин оказывает прямое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, без влияния на нормальную перистальцию кишечника. Блокирует быстрые натриевые каналы, клеточные мембраны миоциты, нарушает вход натрия в клетку, блокирует вход ионов кальция через медленные каналы, замедляет процессы деполяризации мембраны и препятствует сокращению мышечных волокон. Таким образом он устраняет спазм. Мебисполин это препарат мебиверина и есть еще мебисполин ретард, является отечественным дженериком известного с 1965 года селективного кишечного спазмолитика мебиверина гидрохлорида, который отличается наиболее доступной ценой среди аналомов. Мебисполин снимает спазм, не влияет на нормальную перистальцию, не вызывает постспазмолитическую гипотонию. Краткая характеристика. Действующие веществами биверин, дозировка по 135 мг и 200 мг 30 таблеток. Показания. Симптоматическое лечение боли, спазмов, диспункции и дискомфорта в области кишечника, связанных с синдромом раздраженного кишечника. Симптомы могут включать боль в области живота, спазм, ощущение вздутия и метеоризм, изменение частоты стула, диареи и запор или чередование диареи и запоров, изменение консистенции стула. Противопоказания. Детский возраст, врожденная непереносимость лактозы, фруктозы, недостаточность лактазы, дефицит сахараза, изомальтаза, синдром глюкоза, галактозная эмалиабсорция, беременность и период грудного вскармливания. 135 мг отпускается без рецепта и 200 мг по рецепту. Мебисполин относится к перечню жизненно важных препаратов. Мебисполин ретард. Формирование абдоминальной спастической боли обеспечивается рецепторными нейроэндокринами и внутриклеточными механизмами, включающими вторичные мессенджеры и ионные потоки. В первую очередь кальциевые и натриевые. Имеет место феномен функционального сопряжения кальциевых и натриевых каналов. С позиции концепции порочного круга и многокомпонентности боли курирование спастического болевого синдрома с помощью миотропных спазмолитиков мебисполина позитивно влияет на реактивность центральных звеньев нацицептивной регуляции. Мебисполин оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, не вызывая гипотонию. Мебисполин ретард принимается два раза в день за 20 минут до еды. Прием два раза в день повышает комплоентность пациента. Значительно улучшает качество жизни у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Мебисполин действует только при наличии исходного спазма кишечника и не влияет на нормальную перистальтику желудочно-кишечного тракта. Таблетированная форма удобства для пациентов с дисфагией российский дженерик мебиверина по доступной цене. Вот таким образом выглядят препараты мебисполин ретард 200 миллиграмм 30 таблеток и мебисполин по 50 таблеток 135 миллиграмм. Ну и на этом я благодарю вас за внимание, коллеги. И если есть какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Так, пока я вот не вижу вопросов. Мы эту тему обсуждаем. Очень важно, что вы подчеркнули роль взаимодействия врача и пациента, чтобы снизить уровень тревоги, чтобы пациент понимал, что стоит за симптомами. Это, наверное, такой ключ к ведению таких больных. Вот, может быть, вы поделитесь какими-то секретами с нашими коллегами, как вам... Обычно больные такие эмоциональные приходят. Они вываливают кучу документов, многословно. Как вот такого больного успокоить и найти ключик к пониманию его проблем? Глубокоуважаемый Дмитрий Станиславович и коллеги, конечно, эти пациенты непростые. Но вообще надо их заверить, что у них нет серьезного заболевания на самом деле. Потому что некоторые считают, что у них, возможно, рак, может быть, еще что-то. Но, в принципе, надо сосредоточиться на том, что это заболевание непрогрессирующее, не опасное для жизни. И пациент может прожить долгую и счастливую жизнь, на самом деле, при определенном подходе. Ну, при гигиене души и тела, так бы я сказал. И это вполне достижимо. Надо вселить уверенность. Но, конечно, некоторым пациентам нужна помощь, возможно, диетолога, допустим. Потому что не все правильно вообще питаются и не понимают даже, что значит правильно питаться. Когда приходят пациенты, говорят, да я ем один раз в день, два раза в день. Едят там вообще ужас, что там пьют куколу литрами, 10 мороженых съедают. Ну, то есть, что только не услышишь. Два килограмма конфет. Но если так питаться, какое может быть здесь здоровье, да, на самом деле. Поэтому, да, комплекс, так скажем, комплексное взаимодействие с диетологом порой, невропатологом и, возможно, даже в ряде случаев с психиатром может помочь в самом тяжелом случае, с моей точки зрения. Вот у меня на практике так, что, на самом деле, многие пациенты уходят с улучшением все-таки. Большинство, конечно, я бы сказал, абсолютное большинство. Поэтому как-то надо вот таким образом пойти. Ну и, конечно, назначать препараты наши, там, спазмолитические, мебисполин, пробиотики очень хорошо помогают. В комплексе, конечно, пребиотики тоже неплохо помогают. Тут не как один какой-то препарат, а в комплексе. И, конечно же, диета и гигиена души и тела, физическая дозированная нагрузка, мощный антистресс. Кстати говоря, об этом написано в клинических рекомендациях. Обязательно дозированная физическая нагрузка, плавание, ходьба, велопрогулки и так далее. Надо об этом тоже говорить. Ну, в общем, здесь работать надо с пациентом. Я думаю, что достичь улучшения можно, конечно, в большинстве случаев. Спасибо большое, Алексей Михайлович.